Можно ли вообще стать дата-сайтистом без математики? Я бы сказал, что нет. А вообще рынок криптовалюты, он схож по своим свойствам с рынком традиционным? Математика царица наук. Да у нас тут уже формулы, просто на доске пошли одна за другой. Ну это прям какой-то экзистенциальный сдвиг. Зачем мне нужна математика? Математика описывает весь мир. Что может править людьми в такой период времени? Стресс. На самом деле экономика это не что-то абстрактное. Дорогие друзья, добрый день. С вами подкаст «Вышка on the line». Сегодня мы говорим про экономический анализ, эконометрику, искусственный интеллект, может даже и про биткоин поговорим. У нас в гостях коллеги с факультета экономических наук. Если можно, представьте, пожалуйста, себе пари слов. И чем вы гордитесь, что вы сделали классное за этот год? Меня зовут Елена Сергеевна Вакуренко. Я профессор департамента прикладной экономики и академический руководитель онлайн-магистратуры экономический анализ. Я преподаю на факультете экономических наук эконометрику, и поэтому сегодня буду говорить в большей степени о ней. Ну, о достижениях последнего года, наверное, мы провели очень интересные исследования касательно рождаемости в России и как вот разные события последних лет повлияли на то, что мы видим. Меня зовут Мячин Алексей Леонидович. Я работаю на департаменте математики в Крикоте экономических наук в должности доцента. Преподаю разные дисциплины, связанные, ну, прежде всего, с математикой, конечно же, с теорией принятия решений и немножко с машинным обучением. Из достижений. Вопрос сложный. Да, год не так давно начался, но мы участвуем во многих проектах, в том числе недавно мы выиграли грант РНФ. Будем реализовывать проект по оценке качества жизни в регионах Российской Федерации. Мы взаимодействуем с различными частными структурами, в том числе мы сейчас обсуждаем проект с одним, не буду называть какой банк, но очень крупный российский банк. Будем делать различные исследования для них, кстати, не в первый раз. И, на самом деле, на занятиях приглашаем студентов присоединиться к различным исследованиям, которые проводятся в наш департамент и наша лаборатория, точнее, уже не лаборатория, а называется Международный центр анализа выбора решений. Меня зовут Погорелова Полина Вячеславовна. Я являюсь старшим преподавателем департамента прикладной экономики. Собственно, мы с Еленой Сергеевной близкие коллеги. Я преподаю теорию вероятности, математическую статистику, эконометрику. В этом году еще начала преподавать машинное обучение. И, наверное, главным своим достижением считаю свою предзащиту, которая состоялась буквально вчера. Успешно. Успешную, блестящую предзащиту. Спасибо. Подтверждаю присутствие. Да, я занимаюсь исследованиями как раз-таки волатильности биткоина и его связи с финансовыми рынками. Но если говорить о факультете экономических наук и исследовании рождаемости, вы это делали на заказ или вообще откуда взялась такая тема? На самом деле, как вообще многие говорят, что вообще такое наука? Это когда ты свой интерес удовлетворяешь за счет чужих средств. В нашем случае действительно были разные источники финансирования. Это и Гранд РНФ у нас также присутствовал, и факультет поддерживал нашу исследовательскую группу, которая занимается экономикой, математическим моделированием, демографических процессов. А также стратегический проект Высшей школы экономики. Вот 2030 мы вошли в этот пул, вот по социальной политике. Потому что это сейчас очень такая горячая тема, демография в России. Ну и мы, как экономисты, с позиции нашего взора, в команде у нас есть также демографы, ну и плюс мы анализ данных, занимаемся анализом данных, аналитики. И вот эта вот междисциплинарность позволяет нам ответить на вопросы, которые перед нами сейчас стоят, вот эти вот острые, с разных сторон. Какой острый вопрос перед нами сейчас стоит? Демографическая проблема, да, снижение численности населения, снижение рождаемости, непонятно, что происходит с миграцией, как внешней, так и внутренней. И как бы это вызовы, да, на которые нам нужно как-то отвечать. Что делать, чтобы рождаемость не спадала, да. После ковида мы видели там рост всплеска, рост смертности. А численность населения это все-таки наш основной человеческий капитал страны, да. И поэтому надо заботиться о том, чтобы он прирастал. Я слышал гипотезу, что не надо выдавать материнский капитал за первого рожденного ребенка. Ну, потому что это не то, что нужно для воспроизводства населения. Это должно быть 2,1 среднего ребенка на семье, а может, даже больше. Да, эту гипотезу мы тоже проверяли. Действительно, здесь не сходят сомнения демографов. Одни считают, что действительно так и нужно было делать, а другие, что нет все-таки второй и третий, на которого надо ориентироваться. И мы с их следованием называем это целевой ребенок. Но да, мы действительно видим, что есть в этом некоторые проблемы в том, что мы переместили фокус, и мы предлагаем, может быть, сгладить. То есть сейчас кардинально, если мы сейчас отменим эту программу, которая раньше была, тоже непонятно, как это повернется. Мы говорим, что нужно сфокусировать группы, на которые нужно предоставлять материнский капитал. В данном случае мы говорим, что да, на первого имеет смысл, но молодым семьям. С семьям, которые вот еще только выходят на рынок труда, и у них есть сложности с тем, чтобы, с одной стороны, ребенка воспитывать, и ипотека у них еще появляется. И совсем другая история про уже взрослых людей. И там, вот это, мы только видали на первого ребенка, это та история, которая для них не так сильно важна. Поэтому да, здесь мы тоже делали свои оценки, свои предложения по тому, как немножко модифицировать то, что мы сейчас имеем. Скажите, а ваш центр, Алексей, в котором вы работаете, с какой точки зрения он занимается? Следовательская деятельность? Подробнее, может быть, чуть-чуть программ, которые недавно получили. Сам центр занимается математическим моделированием различных процессов. Из нескольких интересных таких направлений. Это мое любимое направление, любимое, поскольку посвящено и кандидатской, и заканчиваю докторскую, она посвящена тоже этому направлению, называется анализ паттернов. Это поиск закономерностей в недородных данных. То есть, если у вас есть большой массив данных, в котором есть шум, есть неточности, не совсем понятно, что с ним делать изначально, и вы хотите каким-то образом быстро проанализировать, то оказывается, что стандартные методы для этого далеко не всегда подходят. Некоторые методы, которые там разрабатываются, они позволяют это сделать. Я, на самом деле, познакомился с этим направлением довольно интересно. Я был на лекции моего учителя непосредственно и руководителя нашего центра Афата Е.Чалис Керва, и он рассказывал про проект, как они сегментировали клиентов одной крупной сети магазинов, и как они повысили прибыль аж на 10%, только вот предложив некоторую рекомендательную систему, которая, исходя из ваших покупок, из моих покупок, может понять, а что конкретно из того, что я еще не покупал, меня заинтересует. Мне эта задача очень впечатлила. Я бы хотел и заниматься. Там сейчас есть пять основных проблем, которые связаны с этой областью. И как раз у меня докторская посвящена частичному решению этих проблем. Эта проблема общая для задач машинного обучения, связана с наличием шума данных, с наличием снижения размерности данных, с повышением точности метров. Повышение точности особенно сложно решать, потому что не совсем понятно, что такое точная модель. То есть классический пример, если мы строим модель, которая фильтрует спам у нас на почте. Допустим, у нас там 10% спама. И есть некоторые метрики качества, естественно, этой модели. Но первое, что приходит в голову, давайте смотреть, насколько точно модель фильтрует спам, не спам. Если мы просто построим модель, которая все письма помечает как не спам, у нее точность будет аж 90%. И, казалось бы, 90% — это очень хорошая модель. А оказывается, что она эту задачу вообще не решает. Есть, конечно, другие метрики. Пресижн, рекол. В целом, как распознаются классы, как они отличаются друг от друга. Но в этой задаче вы знаете конкретно, что вы распознаете спам и не спам. А в экономических задачах изначально не совсем понятно, а что конкретно вы ищете, сколько этих классов должно быть, существуют ли эти классы в принципе. И тогда нужно каким-то хитрым способом применять такие некоторые новые метрики, которые мы используем. И на самом деле на некоторых практических задачах это получается сделать. Другим интересным направлением — это сетевой анализ. Сейчас успешно применялся для оценки иммиграционных потоков, банковских транзакций. Есть такая довольно известная задача о продовольственной безопасности, то есть что случится, если в одной стране произойдет засуха или кто больше всего пострадает. В общем, несколько направлений связаны с математическим моделированием, которые развивают лаборатории. И мы всегда на занятиях приглашаем студентов, если какое-то направление вам интересно и вы бы хотели изучать, там, конечно, надо будет прочитать огромный пласт литературы, но мы будем очень рады, если они к нам присоединятся. И периодически кто-то из моих студентов вот пишет курсовые, ВКР, и кто-то остается у нас в международном центре. Ну, то есть такая другая призма экономики, где-то, может быть, более потребительская и рекомендательная. Не только. У нас есть сугубо теоретические работы, на самом деле. То есть прежде всего математики доказывают теоремы. Есть довольно интересный пример, мне он всегда очень нравится, первокурсникам, которые учатся не на сугубо так математическом направлениях, а которые пришли с некоторых гуманитарных дисциплин. А на первом занятии я у них спрашиваю всегда, что вы ожидаете от прегмента. Вот мы изучаем математику. У нас есть петмер международных отношений, математика до принятия политических решений. И приходят ребята, которые... Ну, они часто на первом занятии подходят и говорят, вот я математику знаю плохо. Не все, конечно, но многие говорят, что вот у меня сложности, что вы посоветуете. И поэтому на первом занятии я спрашиваю, а вот что вы ожидаете от прегмента и зачем, в принципе, вам изучать математику. И многие приводят пример, что посчитать. После этого ответа можно сказать, ну, вот у меня классное приложение есть, калькулятор называется, то есть в целом посчитать, эта задача решена. Другие говорят, вот задачку решить. Ну, сейчас есть там GigaChat, ChatGPT, Яндекс.GPT. Они уже научились решать эти задачи. То есть в целом, хорошо, если мы умеем эти задачи решать, но мы можем как-то перехитрить систему. Два самых частых ответа – это чтобы считать деньги, чтобы бюджет как-то вести. Но самый распространенный ответ – это незачем. То есть как бы мы приходим, но в целом мы… Не предмет? Да, в целом предмет математики мы в целом ничего не ждали. Не конкретно на этом направлении, а в целом на гуманитарных дисциплинах многие отвечают так честно. Ну, вот нам нужно сдать этот предмет, он обязательно. И тогда мы переходим к следующему вопросу. А что изучает математика? Вопрос, на который очень немногие могут ответить. И мы выводим определение математики. Там есть некоторые определения, но сводится к тому, что математика описывает окружающий нас мир, при помощи какой-то специальной системы знаков. Вот мы с вами, чтобы общаться, мы используем какие-то слова, предложения. В математике есть специальные знаки, которые описывают различные ситуации. И как только мы проходим теорию множеств, чуть-чуть комбинаторику, чтобы понимать, как некоторые формулы строятся, мы подходим к тому, что некоторую конкретную задачу, которую часто студенты называют сами, вот нам интересна такая область, и мы ее описываем при помощи специальных этих знаков, и понимаем, что оказывается, как только мы описали, получили какую-то несложную формулу, и получается, что мы можем исследовать эту задачу, но не с точки зрения того, что вот нам кажется то, нам кажется это, а есть огромное количество уже известных свойств, которые описаны у нас в учебниках, и которые можно уже использовать к этой задаче. И оказывается, что задачу решить существенно проще, если знать какие-то базовые математические понятия. И мы к концу занятия приходим к тому, что математика действительно описывает окружающий нас мир и действительно помогает во многом решать насущные наши задачи. Ну это прям какой-то экзистенциальный сдвиг. Зачем мне нужна математика? Математика описывает весь мир, и все есть математика. Полина, а в вашем исследовании математика тоже логичным образом применяется? Волатильность все-таки? Да, конечно. Волатильность также описывается с помощью уже известных моделей. И в своем исследовании я старалась найти некоторую связь между классическими традиционными финансовыми рынками и относительно новым рынком. Но быстро растущим рынком криптовалюты. На примере его крупнейших представителей, таких как биткоин и индекс S&P 500. Удалось выявить эту связь. Действительно, между этими рынками, с течением времени, в особенности после 2017 года, когда начался быстрый рост курса биткоина, наблюдаются перетоки волатильности между этими двумя рынками, традиционным финансовым и рынком криптовалюты. И действительно, это означает, что инвесторы начинают использовать уже в своей работе оба рынка и хеджировать риски, которые возникают на фондовом рынке с помощью рынка криптовалюты. Уже понятно, когда покупать, когда продавать. Самый популярный вопрос. Второй по популярности. А где покупать? И третий. А как майнить криптовалюту? Но в своем исследовании я не сосредотачиваюсь на этих темах. Меня интересуют непосредственно результаты именно моделирования и изучения свойств. Действительно, интересно понять, а вообще рынок криптовалюты, он схож по своим свойствам с рынком традиционным? Если да, то получается, что для дальнейшего анализа мы можем уже использовать какие-то факты, которые нам известны давно про традиционные рынки, и использовать все эти знания. В демографическом исследовании, Елена, какие уже известные модели и методы используют? Ну вот как раз я хотела сказать, что вот то, о чем говорил Алексей, про вот эти выделения неоднородных групп, мы как раз тем же и занимались, да, когда говорили, что программа должна быть разной для вот такой аудитории, для такой аудитории. Не всегда понятно, какие признаки должны быть у этой группы, и как ее разделить. И вообще, есть ли вот эти вот кластеры или паттерны, как говорил Алексей, или нет. Поэтому действительно вот эта неоднородность, ведь принятие решений может быть разное. И вот рождение ребенка, или решение о миграции, это тоже решение, которое принимается в условиях высокой неопределенности. И о том, как люди принимают эти решения, и какие эти решения, однородные, неоднородные, от каких характеристик зависит то, какое решение они примут. Вот мы как раз тоже этим занимаемся, и это исследуем. Поэтому здесь тоже применяется очень много математических методов, эконометрических, и в том числе и машинообучения. Но ощущение, что в таких вещах очень действительно из-за высокого уровня неопределенности нужна интуиция. Да. Без этого никак. На самом деле... А, вы исследования тоже используете? Конечно. Как инструмент? Ну, каждый ученый обладает какой-то своей интуицией. Ведь когда мы строим эту, сначала там математическую модель, потом переходим от этой модели к математическому... Сначала все-таки теория, да, экономическая теория, потом математическая модель, потом пытаемся приложить ее к данным. И в данных найти те самые перемены, которые вот мы в себе обрисовали в голове. Ну, вот то, что мы в себе там представляем, у нас должна быть какая-то интуиция, куда нужно двигаться. Ну, вот расскажу как раз про тот пример про рождаемость интуиции. В период неопределенности, вот тот, который сейчас мы наблюдаем в нашей стране, да, вот много разных событий в последние годы приходили, там, ковид, начало СВО, мобилизация, но другое. И как вот эти вот перипетии повлияли на решения людей. А какие решения? Рождение ребенка. Такое долгосрочное на самом деле планирование. Это одно из самых, вот если подумать, инвестиции, банки, кредиты. Это все краткосрочно. Все не взял там это. Мы все знаем, что там на долгий срок очень сложно здесь. А все-таки рождение ребенка, это долгосрочная такая стратегия. И оказывается, вот то, о чем говорил, что было неожиданно для нас. Вот когда мы стали смотреть демографические исследования, они что включают? Ну, демографические параметры. Пол, возраст, там, какой когорты, какие были традиции у семей, которые проживали там определенный период времени. Идем к экономистам. Они говорят, ну, конечно, деньги, какие доходы из семьи, как есть у них жилье, сколько там, иждивенцев и так далее. Здоровье, да, тоже очень важно. Следующий аспект. А мы подумали, вот та самая интуиция, неопределенность. Что может править людьми в такой период времени? Стресс, переживания, какие-то эмоции. И вот мы в нашем исследовании, когда составляли эту опросную анкету, решили добавить эти эмоциональные факторы. Пытались их по-разному померить. Это тоже отдельное искусство. И вот эта наша интуиция, что надо попробовать это включить. Казалось, что когда мы включили, эту модель, помимо известных уже ранее демографических, экономических, психология вот в этот период неопределенности объясняет большую долю того, что мы наблюдаем. То есть корреляция большая. Да, наибольшая корреляция. То есть если мы декомпозируем то, что называется, то объяснение поведения, то есть то, как классифицирует модель, да, будет человек понимать, такое решение или нет, то в большей степени объясняется вот именно вот этими психологическими, ну, как мы их назвали, субъективными факторами. И это оказалось очень интересно для нас. И вот эта вот, та самая интуиция, вот как бы это были нестандартные вопросы в подобных опросах. То есть обычно такие вопросы там, ну, не задают. Ощущение, делаем модели машинного обучения. Сейчас мы все эти факторы сами измерим и учтем. Может ли машинное обучение, искусственный интеллект заменить какие-то факторы, связанные с интуицией? Сразу скажу, что полностью заменить человека, принимающего решения, методы машинного обучения, по крайней мере, сейчас не могут и, скорее всего, долгое время не смогут. Хорошо моделировать, когда у нас данные есть. И если у нас данных очень много, методы машинного обучения, безусловно, они применимы. Но возникает следующий вопрос. Вот в целом, когда мы применяем какие-то известные методы машинного обучения и получаем даже какую-то модель, которая хорошо, точно угадывает что-то, весь вопрос в том, что часто сама модель, она тяжело объяснима. То есть, по сути, это какой-то большой черный ящик, который что-то выдает. Мы только начинаем изучать нейронные сети. Я люблю давать такой пример. Есть какое-то множество точек, вот, и у него есть там координаты по оси Х, координаты по оси Х. И им нужно построить какую-то нейронную сеть очень простую, чтобы эти точки разбивать. Если они хорошо разбиваются какой-то прямой, то там все понятно. Уравнение прямой, там, КХ плюс Б, там, все там, с класса с пятого знают. Если они вроде окружности что-то, то тоже понятно. А что, если точки вот какой-то спирали, там, группа образуется и так далее? И тогда, чтобы эту модель построить, на самом деле, эти координаты надо перемножать, надо там синус, косинус брать, иногда там что-то логарифмировать. И в целом, с точки зрения построенной модели, она все объясняет. Но с другой стороны, что означает, что мы взяли косинус какой-то координаты? По сути, параметры не очень осмыслены. И что означает, что мы перемножили эти координаты? А если представим себе, что это не просто координаты, а это конкретные параметры, там, сколько раз вы ходите в спортзал, и какая у вас там средняя заработная плата по вашему району, то в целом перемножать, ну, наверное, не имеет особого смысла. Даже если имеет для модели конечной, не имеет с точки зрения объяснения. Вот это мы говорим, если данных очень много. Данных очень много, но можем применять разные модели, понять там, как что-то объяснить. А что делать, когда данных нет? На самом деле, это такое относительно новое направление, которое занимается, вот в том числе, у нас в Международном центре, называется принять решение в условиях глубокой неопределенности. То есть, есть события, которые предсказывают довольно сложные, про которых данных нет. Вот, например, пандемия, она случилась, и были какие-то факторы, которые, наверное, на нее указывали. И во время пандемии самой данных было очень много, анализировать можно было много всего. Но это событие само по себе, оно, его не очень легко, точнее, его крайне трудно предсказать, исходя вот из общих каких-то данных. И как принимать решение в условиях глубокой неопределенности, когда данных нет? И это совершенно другой пласт направлений, который, а, позволяет нам объяснять наши модели, б, позволяет делать некоторые предположения, в которых все-таки нужна интуиция, очень, очень причем развитая. Кстати, с волатильностью примерно та же история крифтовалют. Вчера вот на вашей предзащите был очень интересный пример, Полин, расскажите, да? Про индекс неопределенности, имеете в виду? Да, да. То есть, еще одним направлением в исследовании было понять, ну, то есть, мы поняли, что стандартные какие-то классические модели, которыми можно, в принципе, прогнозировать волатильность традиционных активов, они плохо, недостаточно хорошо показывают себя на при прогнозировании волатильности биткоина, потому что криптовалюты, помимо того, что у них есть ряд достоинств, у них еще есть недостатки. Один из самых главных недостатков это высокая волатильность именно цены. Для криптовалют характерны скачки цен, и, конечно, стандартные гардж-модели известные, вот, они здесь не очень хорошо работают, и точность составляет также там порядка 70-60 процентов. Они отлично угадывают направление, но обычно недооценивают пики, и это может быть критично важно там для инвестора, потому что это всегда недооценка риска и это потери. И мы задумались о том, откуда вообще брать новые данные, что может быть каким-то индикатором того, что волатильность будет изменяться, и проанализировав там последние исследования, наиболее свежие, там, 22-го, 23-го, годов. Мы пришли к выводу, что сейчас популярность набирают использование индексов неопределенности, которые могут быть по-разному рассчитаны, например, на основе Google Trends статистики или Яндекс. Wordstat, которые предоставляют нормированные показатели частоты запросов по тем или иным ключевым словам. И в своей работе мы используем аналогичный показатель, который получен на основе твитов людей, собственно, измеряется это просто как количество слов, связанных с неопределенностью, с экономикой и с рынками. И оказалось, действительно, что существует как долгосрочная, так и краткосрочная связь, она значимая. Но, скорее всего, как я уже вчера отметила, здесь нет никакой причины следственной связи. То есть, нельзя сказать, что изменение индексов неопределенности, оно влечет со собой изменение волатильности, является причиной. Может быть, и наоборот. Да, может быть, и наоборот. Скорее, здесь есть такое понятие, как причинность по Грейнджеру во временных рядах, когда просто изменения одних показателей, они предшествуют изменениям других показателей. И, скорее всего, здесь эта история. Но, тем не менее, можно также использовать для того, чтобы улучшать качество прогнозов. И здесь также используются в последнее время тоже активные методы машинного обучения, в том числе большие языковые модели. И вот есть исследование 23-го года, где авторы показывают, что использование чата GPT для анализа новостных заголовков топ-10 СМИ штатов, им удалось построить такой показатель, и он тоже помогает прогнозировать волатильность криптовалют. Это вообще сейчас такая бурно разбывающаяся тема. Количество работ и статей, в которых растет упоминание Google Trend Index как некоторый фактор, который объясняет что-либо. Экономику, демографию, финансы, социологию, здравоохранение, предсказываемую пандемию в том числе. В таком случае мы пытаемся, как было сказано уже, немножко приоткрыть вот эту завесу неопределенности, хоть что-то понять немножко раньше, чем мы это увидим уже в экономических показателях, демографических, которые представляют нам как правило, задержкой, это большая статистика, которую надо собирать, ее надо обрабатывать. И вот имея вот такой вот как бы преиндикатор, их называют, вот этой неопределенности, мы можем уже что-то сказать, что будет у нас с экономическими, демографическими и так далее. Такие работы есть, и они покажут, что связь действительно, корреляция есть. В нашем случае мы миграционные потоки из России с помощью поисковых запросов пытались такие модели вот строить. статистика поисковых запросов, она и вот является преиндикатором того, что мы вскоре увидим потоки миграции, потому что мы по ней, по этой динамике, которую мы наблюдаем, можем предсказывать, а что будет в следующие периоды с миграционным потоком. Потому что это объясняет в том числе теории миграции, которая говорит, что она многоступенчатая, на одних шагах люди принимают решения, начинают запрашивать, а до этого они делают такой поисковой, решают, куда же ехать, собирают информацию для того, чтобы принять это решение. И вот принять, от сбора информации до принятия проходит какое-то время. И вот как раз это время, пока оно идет, мы можем уже фиксировать их намерение в этой поисковой статистике. Я так понимаю, вы задействуете студентов, Алексей, а что у коллег? Ну, конечно. Студенты, это наши. Ну, во-первых, наши мотиваторы, наши энергайзеры, потому что, во-первых, у них есть вот этот самый закал, да, они хотят, они интересны, и поэтому они готовы изучать новые методы, искусственный интеллект, машинного обучения и так далее, предлагать альтернативные источники получения информации. Потому что данных действительно очень много, а когда начинаешь разбираться с конкретно своей задачей, понимаешь, что вот этого индикатора у тебя нет, вот этого индикатора нет, и тебе приходится придумывать какие-то прокси для того, чтобы что-то измерить. Например, информационные ожидания, задача Банка России, вот нам на программу, пришли коллеги, ну, дайте нам студентов. И вот наши студенты, им это все интересно, они готовы предлагать, генерировать какие-то идеи, готовы вникать, внедрять в новое что-то. И я думаю, что поэтому к нам приходят. Ну и вообще наше, хотелось здесь пару слов сказать про наш ваше факультет, да, так устроена проектная деятельность у нас на факультете, что все ребята, начиная с первого курса и до конца, там, последнего магистратуре, участвуют в этом проект, исследовательских проектных семинарах, которые они выбирают, исходя из своих интересов. Вот что им интересно? Там тем очень много, и приходя в них, они могут удовлетворять свой интерес по разным тематикам. И применяя математику, и собирая данные, и решая задачи вот из всех разных областей, которые мы говорим. Потому что экономика, она везде, во всех областях нашей жизни. Она вообще про жизнь. Мне кажется, Полина является таким примером студентки в США, которая затем осталась здесь работать и продолжает исследовательский путь. Как так произошло? Я оканчивала в своем городе. Бакалавриат у меня была прикладная математика, но это больше непосредственно про приложение математических методов в экономике. И после этого я переехала в Москву, поступила в магистратуру, которая в то время называлась «Статистические методы актуарные расчеты». Сейчас она называется «Стахастическое моделирование в экономике и финансах». Это достаточно мощная магистратура на нашем факультете тоже. Она очень математическая. И в целом у меня, когда я училась в физмат-лицее и в бакалавриате, хорошо получалось объяснять какие-то сложные вещи простым языком своим друзьям, одногруппникам, одноклассникам. И я подумала, почему бы не попробовать себя в преподавании, тем более, что у меня был небольшой опыт работы в офисе, там где-то после первого курса магистратуры, пару месяцев. Мне хватило, собственно, на пару месяцев. Я поняла, что это абсолютно не мой формат, и я хочу вещать, я хочу взаимодействовать более активно с людьми. И решила остаться в вышке, попробовать преподавать. И изначально начала преподавать теорию вероятности. А после этого с каждым годом становилось все больше и больше курсов. И вот в настоящее время мы уже второй год с Еленой Сергеевной собственно преподаем курс по эконометике у студентов-бакалавриатов Косредоэкономических наук и исследовательского потока. Мы разработали этот курс специально для них. Кстати, проект «Первые пари» немножко открывает тайну завеса того, чем мы занимаемся, поскольку как раз эти лекции были сняты на нашем курсе. Я так понимаю, что математика и в машинном обучении супер используется. Можно ли вообще стать дата-сайентистом, исследовательным данных без математики? На самом деле, я бы сказал, что нет. Есть довольно простое объяснение. Вот, в машинном обучении применяются часто довольно известные методы, уже готовые. Эти методы можно запрограммировать, если вы знаете там, ну, питон, как, наверное, самый популярный сейчас язык, один из самых популярных языков программирования. Можете где-то скопи-пестить, либо попросить нам чат GPT, чтобы вам программа за вас написал. Но самое главное, вы должны понимать, как конкретный этот метод применяется и какой из этих методов применим в данной задаче. А чтобы понимать эти методы, так или иначе, нужна математика. Нужно изучать статистику, нужно изучать теорию вероятности, комбинаторику в обязательном порядке. Комбинаторику, почему всегда акцентировано на нее внимание, всегда студентам, которые только начинают изучать программирование, им кажется, что вы можете компьютеру все задать, он все посчитает очень быстро. Мы приводим вот такую вот простую задачу. Представим себе аудиторию, и там студент, ну человек 30 условно сидит. Я спрашиваю, вот с кольким способом можно вас рассадить по этой аудитории? И там говорят, кто-то говорит, там 100 способов, там 1000 способов. Оказывается, это 30 факториал способов. То есть если задать на Google, это огромное число получается. А это простая задача, 30 человек рассадить. Потом мы проходим задачи о беспорядках и спрашиваю, а с кольким способом можно, вот если у каждого из вас есть фиксированное место, с кольким способом можно рассадить вас всех неправильно? И мы как-то долго-долго считаем, а потом как бы показываем, что есть на самом деле формула, которую мы можем использовать. И для этой формулы, кстати, нужно изучать мат-анализ, потому что там используются ряды Тейлера в конце. И оказывается, что тоже огромное количество способов просто неверно рассадить. То есть огромное число способов сделать все неправильно. Потом, когда мы с питоном чуть взаимодействуем, оказывается, что компьютер на самом деле считает это не очень хорошо. Классический пример, если вы слаживаете там одна треть плюс одна треть плюс одна треть, вы не получите единицу. И казалось бы, ну, хорошо, можно какие-то там округлить, можно еще что-то сделать. Но представим себе, что мы это делаем не просто ради развлечения или ради учебы, а мы считаем, что это реально. Мы считаем там вклады людей или там остаток задолженности и так далее. Ну вот вы посчитали, не понимаете, как все эти алгоритмы устроены, но потеряли пару миллиардов. Ну, казалось бы. Там чуть-чуть, там чуть-чуть. Поэтому без изучения базовых принципов математических никак. Более того, нужно понимать, почему такие принципы используются конкретно. К примеру, берем и изучаем там операцию умножения. Вот базовый пример. И получается, что если число умножает на себя самого себя, получается там число в квадрате. И начинаем рассчитывать, а почему это называется в квадрате, как бы, а третья степень в кубе, а потом идет в четвертой степени. Почему не придумать что-то еще для четвертой степени такое? И оказывается, что там в квадрате описывают просто площадь квадрата. И как бы это логично. И тогда много, на самом деле, известных уже каких-то формул, например, там, квадрат суммы. Можно, на самом деле, доказать очень просто, просто нарисовав квадратик. Там со стороной там а плюс b. И тогда идем к следующему. Вот немножко откат назад и говорят, хорошо, в квадрате понятно, в первой степени понятно, а в нулевой степени и мы получаем единицу. Что вообще означает нулевая степень? По сути, что мы ноль раз перемножаем число, если ноль раз, то ноль должны получиться. Почему единица? И как конкретно это можно применить, вот нулевая степень применяется в конкретных прикладных задачах? Если это не понимать, вы просто получили метод, вы получили какой-то результат, а объяснить его крайне-крайне тяжело, потому что непонятно, на чем формула базируется. А как только вы изучили такие базовые понятия, вы самостоятельно составили эти формулы, на самом деле, когда вы понимаете эти базовые принципы, оказывается, что эти формулы, на самом деле, очень простые, они очень логичны и получаются очень понятный и конечный результат. Одно из моих прошлых мест работы это Sirius, и там была научная группа, которая занималась изучением математической тревожности. Оказывается, что есть целый пласт людей, которые просто входят в ступор, когда видят перед собой какой-нибудь математический тест или математическую задачу. И ощущение, что если очень условно говорить про техников, гуманитариев, то у людей гуманитарного склада, назовем так, тоже такой ступор бывает. Я хотела спросить Елену, насколько возможно вообще человеку, который далек от математики и иногда сам впадает в ступор, сделать какой-то следующий шаг и все-таки войти в интересующую область, если на то есть желание и мотивация? Да, вот на самом деле такую задачу я много раз решала. Когда приходишь в аудиторию к таким людям, действительно, если ты начнешь свою лекцию с написания формул, все, ты их потерял, ты больше здесь не увидишь или вообще они перестанут себя слушать. Они даже не хотят себя воспринимать. У них действительно вот это вот... У них зомбирует себя. Я не понимаю. Хорошо. И мы начинаем всегда... Здесь один... От ключик один всегда практический пример. Мы начинаем с какой-то интересной экономической истории, в которой возникает у них интерес, чтобы заинтересовать. И потом плавно, по чуть-чуть, ты начинаешь там какие-то буквы выписывать. А вот это мы давайте назовем так, ну, чтобы проще, сурово длинное, давайте вот это большое слово заменим вот этой маленькой буквой. Так же проще будет намного сказать? Да. Ну, смотрите, нам же надо как-то и сложить, ну, сложить, писать. Давайте плюс поставим. И так, и далее, и так далее, и пошагово. И сначала вроде бы очень медленно ты заводишь этот механизм, а потом они в эту историю стягиваются и понимают, что да у нас тут уже формулы просто на доске пошли одна за другой, но они к ней пришли постепенно. И они понимают, что да это же приятно, это интересно, и это удобно. В общем, мы на своих курсах стараемся это делать. И в том числе, вот я хотела сказать, мы готовим наших абитуриентов к выступлению на программы. В частности, магистратура. Это вообще особый какой продукт? Почему? Потому что в магистратуру приходят часто люди, которые давно учились или учились по другим специальностям. И они многое уже забыли, в том числе со школой, в том числе про математику. А это же магистратура, да и по экономике, а у нас много математики. Мы их стараемся готовить. Вот, например, мы сделаем математический лагерь абитуриентов в культе этой коммерческой наук, где мы на экономических примерах из жизни начинаем и постепенно линейный алк, гипромат-анализ, там немножко начинаем их подучивать, чтобы они уже в сентябре не было у них вот этого холодной воды, на них ведро, или сразу прыгнуть в эту реку. Мы их постепенно готовим. Интересно, коснулись сейчас вопроса о том, что люди приходят на программы достаточно разные, а раз уж мы тут говорим про данные, проводился ли какой-нибудь кластерный анализ людей, что вот у нас есть один образ абитуриента, другой образ абитуриента, ну, например, на программе экономический анализ. Действительно, вот у нас вот явно вот прям две группы, это мы называем ее условно молодежь, которая только закончила бакалавриат и очень хотела уже начать работать, а это учеба, постоянно еще в ВУЗ ездите, да еще днем работать хочу, да, и такая группа, то есть они только закончили бакалавриат и пошли в онлайн-магистратуру, они работают, а вечером продолжают учиться, у них еще этот запал инерции, они привыкли много работать, трудиться, и это одна группа. И вторая группа это взрослые люди, 35-40 плюс, это люди, которые пришли обновить свои знания, вот, то есть, если это те, кто раньше были там экономисты и так далее, то, когда они учились, это было совсем другие экономисты, то, как мы сейчас это рассказываем, преподаем, наша современная экономика, это не тот бухучет, который, например, был раньше, экономисты, это бухгалтер был, да, это совершенно другое представление, и они приходят и понимают, что их знания устаревают, и приходят нам на программу, чтобы их получить, либо это просто, вот, у нас много таких примеров, люди, которые решили сменить вообще профиль, вот, у нас был капитан корабля, мне надоело плавать, и постоянно быть далеки от дома, я хочу, наконец-то, приплыть, выйти на сушу и заняться каким-то делом, да, и они вообще меняют свои области, конечно, таким сложнее всего, и мы их понимаем, мы им помогаем плавно, как бы, войти в этот учебный процесс, и помочь и таким людям на нашей программе освоить ее и успешно завершить. Давайте попробуем мини-опрос. Математика царица наук? Математика царица наук? Безусловно. Математика царица наук. Представляете? Единогласно. Понятно. Если бы я тут голосовал, я бы тоже, скорее всего, сказал, да. Но, когда вы говорите экономист, вообще, кто это? Я недавно задавал вопрос в поисковую систему, сколько зарабатывают сейчас экономисты, и вот до мы общались и вам сказали, что это не экономисты, это другие люди зарабатывают 80 тысяч в среднем. Экономист, кто он и вообще, насколько престижна эта профессия? Ну, профессия, на самом деле, она, вот как нам говорят, будут создаваться новые профессии, другие профессии будут исчезать, но профессия экономиста, она не может исчезнуть в этом. Она может по-другому называться, она может иметь какие-то немножко другие функции, но, по сути, задача ограниченных ресурсов, которые ты должен решить максимально эффективно, да, а у нас всегда будет существовать. У нас нет бесконечного количества времени, у нас нет бесконечного количества там денег, когда мы принимаем какое-то решение, поэтому, а вот экономисты этими задачами занимаются, но здесь так же, как и в хирургии, да, в медицине, профессия так же обладает разными специальностями. Есть те, кто больше работает с данными, там, экономисты в data science, да, есть те, кто больше занимается, там, чисто академическими, теоретическими исследованиями, которые, там, придумывают новые экономические теории, как объяснить, там, с областью неопределенности принятия решения, либо наоборот, кто там больше с теоремами доказывает. А есть, там, финансисты, экономисты это или нет, тоже уже, на самом деле, эти рамки, они как-то размываются. То есть, очень много разных специализаций, экономистов, которые могут иметь разные заработки, в том числе, да, и разный спрос. Но мы на своих программах стараемся готовить, ну, давать фундаментальные, какие-то важные знания, которые пригодятся для разных специализаций. А дальше ребята уже по ходу, во-первых, своих представлений, кем бы они хотят работать, выбирают набор предметов, курсов, которые им позволяют специализироваться в ту или иную область. И поэтому, когда вы пишете запросы, это очень, наверное, сложно найти вот такую позицию, там, именно какое-то конкретное, ключевое, как они назовут эту должность. Но вот в любом случае, человек, который обладает этим навыками, компетенциями, анализа данных, он будет получать гораздо больше. Но если мы, например, на онлайн-программе экономический анализ, говорим, куда выходят выпускники, в какую профессию, то это что? А у нас здесь тоже, на самом деле, мог быть разный, направление. Во-первых, ребята многие к нам, приходя на программу, уже имеют свою работу и просто внедряют в рамках уже текущей те знания, которые они получили. И в IT уходят, и в Яндекс уходят, и в бизнес уходят, и в банки уходят, или уже работают в банках. А и были, да, у нас ряд случаев, когда меняли. То есть они работали в одном месте и понимали, что это уже не то, что они хотят, и они могут намного больше. Алексей, Елена сказала, что профессия экономиста точно не уйдет в небытие. Окажется, что средства анализа данных развиваются, там, чат GPT уже, может, тоже какие-то вещи для нас генерировать, подсказывать, там, не знаю, наверняка уже можно и строить дашборды полуавтоматизированные. Вот, вы согласны с тезисом, что профессия экономист никуда не уйдет, а останется востребованной, может, даже вырастет в спросе. Конечно, согласен, что профессия не уйдет. Есть довольно хороший пример, который, он хоть немножко отвлеченный, но объясняет, почему. Наверное, ну, вы периодически летаете на самолетах. Известно, что самолет может сам садить, долететь куда угодно и садиться. Но, пилот контролирует обязательно взлет и контролирует обязательно посадку. Несмотря на то, что есть там алгоритмы, специально тех, которые умеют это сделать, есть человек, который ответственен конкретно за жизнь всех пассажиров, находящихся там. На самом деле, экономика – это не что-то абстрактное. Экономика влияет в целом на жизнь во всем государстве. И нужны люди, которые компетентны и ответственны за принятие решений в этой стране, за жизнь граждан в этой стране. Несмотря на то, что мы можем обрабатывать огромные массивы данных, мы все равно нужен человек, который сделает вывод в конце, что я, согласно моим компетенциям, согласно моему опыту, понимаю, что так-то и так-то. Поэтому компетентные специалисты, особенно компетентные специалисты, которые обучаются в таком замечательном возле, как Вы, школа экономики, они всегда будут востребованы на рынке труда не только в России, но и за рубежом. Ну что ж, коллеги, это было очень приятное общение с Вами. Мы тут поговорили и про финансовые рынки, про систему искусственного интеллектора, про анализ данных и про математику, конечно. Царица наук. Спасибо Вам большое. Это было интересное и глубокое общение. Надеемся увидеться с Вами дальше наши уважаемые зрители. С Вами была Вышка On The Line. На связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова